МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра-Алеева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Деятельность приостановлена, здание опечатано. Сотрудники дома быта опасаются, что могут навсегда остаться без работы. Ирония судьбы или безрассудство. Только за последние 10 дней на дорогах республики погибли 11 человек, в числе которых трое детей. Новые законы, новые расходы. Несколько законов, которые вступят в силу, заставят граждан раскошелиться. А какие именно, расскажем через несколько минут. Место, где сосредоточены десятки ремесленных мастерских, и которые пользуются заслуженной популярностью у махачкалинцев, признаны опасным. Хорошо известный горожанам дом быта приостановил свою деятельность. Без работы остались около двух сотен человек. Какие проблемы заставляют закрыть доступ к зданию и какова судьба его работников, узнавала моя коллега Зумрудгамедова. Ей слово. Бизнес Тофи Камамедова раскроился на до и после. В столичном доме быта мужчина работал закройщиком с 88-го года. Но сегодня он и еще сотни его коллег не могут попасть на рабочее место. Самое известное в столице республики ремесленное здание закрывают. Официальная причина – нарушение норм пожарной безопасности. Кроме наличия технических проблем, визуально заметно, что здание попросту банально обветшало. А ведь оно находится в самом центре махачкалы. Но работники уверены, что дом быта просто заинтересовал кого-то, как источник прибыли. Здесь идет такая позиция – приватизировать дом быта, забрать его в свои руки. Им разницы нет, по какому поводу. Сегодня у них пожарная, завтра у них будет наводнение. Они найдут любой повод, чтобы забрать у нас дом быта. Это фундамент поставлен, этого дом быта, для народа. Не для чайханы, не для ресторана, не для магазина. Понимаете? И исходя из этого, этот дом быта построили, чтобы работали люди для народа. А сейчас хотят у нас его отобрать. Дом быта – это единственное в городе место, где можно в полном объеме получить весь комплекс бытовых услуг. Отремонтировать обувь, почистить или покрасить одежду, починить все, что сломалось. Большинство этих людей начали работать еще на заре эпохи коммерции. С начала лихих девносок они трудились, то зарабатывая себе на жизнь. Одни ремонтируют обувь, другие – бытовую технику, кто-то содержит небольшое ателье. Однако теперь все предприниматели остались без средств существования. Мы на это здание теперь должны 300 человек лежать на улице, голодать. Так что не бывает. Как можно столько людей заставить нервничать? Люди в возрасте. Мы еще не один год, не два года работаем, по 30 лет работаем. Все почти пенсионный возраст. Как можно так людьми издеваться? Где правительство? Почему мы не должны стали никому? Продлили нам пенсионный возраст. Ну хорошо, продлили. А как нам работать? Объясните, пожалуйста. У нас такое ощущение, что нас взяли и выкинули на улицу. Мы понять не можем эту ситуацию. Ювелиры и портные, сапожники и часовщики – все они сейчас боятся одного, что вместе с закрытием дома быта они потеряют работу и стабильный заработок. Мы хотим, чтобы это здание открыли, чтобы навели здесь порядок, чтобы администрация города наконец-таки забрала это здание себе, без всяких посредников, чтобы мы работали между нами и администрацией, чтобы мы платили, как раньше это было, напрямую в комитет по управлению имуществу аренду, чтобы город повернулся лицом к этому крупнейшему социально-бытовому объекту республики, и чтобы люди сохранили свои рабочие места. Нет такого человека, который не платит. И вот говорят, что пожарная система, пожарная система нарушена. Вопрос прокуратуры и администрации города. А где деньги, которые мы вкладываем сюда, дают? Помогите, пожалуйста, нам разберитесь. Сейчас здание опечатано. Суд решил приостановить деятельность комплекса. Торговля и оказание услуг людям – все это, по данным контролирующих органов, проходило в ненадлежащих условиях с грубыми нарушениями. По их мнению, работники и посетители были в опасности, ведь здесь нет даже пожарной сигнализации, а ремонт не проводился еще с советских времен. Так объясняет закрытие здания и управляющий ООО Робинац Резван Кадыров. Эксплуатировать здание небезопасно, говорит он. По его словам, в любой момент может возникнуть пожар, который способен привести к людским жертвам. Изношено, вообще здание изношено на более чем на 70%. Мы сделали экспертизу независимую. Там, начиная от пожарной системы, заканчивая всеми коммуникациями, они все изношены. Вообще, и крыша, и все изношено. Мы готовы заняться развитием. У нас есть и средства, мы готовы вложить в развитие этого дома быта. Если будет понимание с администрацией. У нас на рассмотрении проекта развития этого дома быта, реконструкции имеется в виду, и приведение в полный порядок. Управляющий компанией Робинац уверяет, что после проведения ремонтных работ люди смогут вернуться на свои рабочие места. Мы, наша позиция у Робинац такая, что после того, если мы у Робинац будем, это здание дома бытового слога будем приводить в порядок, мы готовы им предоставить помещение и сдавать им в район. Это подтверждают и в администрации города. Проверка показала, здание находится в аварийном состоянии и действительно представляет реальную угрозу для людей. Следует отметить, что эти меры направлены на сохранение жизни граждан, поскольку данное строение не отвечает требованиям. В случае устранения этих нарушений, они могут вернуться на свои рабочие места? Да, конечно, конечно, смогут, если хотя бы большую часть нарушений, которые действительно необходимо сделать, будет устранено, конечно же, они смогут приступить. Но, несмотря на это, сегодня люди, проработавшие здесь более 30 лет, доведены до отчаяния. Девочки, единственный выход. Бензин, колонку взят большой, на площадь, самосложение взят. На правительство мы никому не нужны. Это противостояние длится уже несколько лет. Заложниками ситуации стали простые люди, у которых нет никакого другого бизнеса, кроме умения делать что-то своими руками. Пока не ясны сроки ремонта. Как и не определена дальнейшая судьба здания после реконструкции. Все это будет решаться поэтапно. На дорогах Дагестана за последние полгода в аварии попали более тысячи машин. Погибли сотни людей, в том числе дети. К решению проблемы высокой аварийности подключились не только сотрудники ГИБДД и общественные организации, но и коммерческие компании. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Жажда скорости, самоуверенность или спешка? Какое может быть оправдание тому, что в итоге приводит к гибели людей? Только за последние 10 дней на дорогах республики погибли более 11 человек, трое из которых дети. Все трое детей находились на проезжей части дороги без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям республики, чтобы строго планировали маршрут ребенка, досуг ребенка. Дорога – это не место для игр. Однако в игры на дорогах играют не только дети, но и взрослые. Выезжая на полосу встречного движения, неумело и резко маневрируя машиной, водители нередко создают опасные для жизни ситуации. Духовенство республики призывает благоразумие всех автолюбителей. Не зря говорят, что эти правила писаны кровью пострадавших на дорогах. Поэтому ислам запрещает наносить хоть какой-либо вред окружающим людям, не говоря уже о кровопролитии и убийстве человека. К проблеме подключились и коммерческие организации. Так представители магазина «Легкие коляски» развесили в Махачкале около 30 рекламных плакатов. Баннеры напоминают верующим об ответственности за содеянное. Даже на нашем квартале рядом с магазином через день, иногда даже каждый день случаются аварии. Плюс то, что после карантина молодежь заряженная, уставшая сидеть дома, выезжала и гоняла по городу. Мы это часто замечали. Оттуда возникла мысль развесить по городу щиты и постараться донести до каждого человека, что обязанностью мусульманина является соблюдение правил дорожного движения. Призывы соблюдать правила дорожного движения имеют только одну цель – сохранить жизни людей. Каждый участник дорожного движения имеет право на жизнь. Самоуверенность и надменность приводят к гибели ни в чем не повинных людей. Если водитель или пешеход готов рисковать своей жизнью, то неужели не стоит подумать о жизни других людей? В подъездах дагестанских домов вновь установят почтовые ящики. Речь идет о многоквартирных зданиях в порталах новостроек. Об этом говорили в правительстве республики. Директор регионального управления Почты России посетовал на практически полное отсутствие ящиков. Хотя по закону застройщики должны учитывать это и предусматривать их установку в новых домах. В правительстве подчеркнули, что необходимо наладить соответствующее производство. По словам премьер-министра Дагестана Артема Сдунова, ящики будут закупать не только застройщики, но и организации, ответственные за их наличие в многоквартирных домах. Ну и о важных изменениях, которые с 1 июля начнут действовать в нашей стране. Несколько законов, которые вступят в силу, заставят граждан раскошелиться. В первую очередь это касается роста тарифов на услуги ЖКХ. В регионах все будет происходить по-разному. В среднем по стране рост составит 4%. В июле вступит в силу также закон об обязательной электронной маркировке лекарств, обуви и табака. Для простых граждан это означает повышение цен в связи с дополнительными расходами производителей. С 1 июля в России также запретят продавать гаджеты без российского программного обеспечения. Это нововведение также повлечет за собой дополнительные расходы. Следовательно, цена на гаджеты подскочит. Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу. Об этом сообщает мэрия Махачкалы. Накануне Салман Дадаев проинспектировал торговые площадки столицы. Объекты проверялись на наличие либо отсутствие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Осмотрев торговые ряды и пообщавшись с предпринимателями и администрацией объекта, глава города сообщил, что удовлетворен результатами работы и рынки могут начать свою работу. Решение касается рынка Ферчи, Атриум и Восточный базар. Вместе с тем он напомнил, что Роспотребнадзор будет тщательно следить за соблюдением санитарных норм. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди принял участие в голосовании по поправкам в Конституции России. Свой выбор духовный лидер сделал в главном корпусе Дагестанского государственного университета в Махачкале. Что значит для верующего человека с точки зрения религии участие в жизни своей страны и в определении ее судьбы? Мы все граждане России и нам не безразлична судьба нашей страны, поэтому если человек чуть-чуть беспокоится, переживает за свою страну, я думаю, голосовать это почти обязательно. Обязывать людей я не могу, это у каждого человека свое право, но я бы так сказал. В Дагестане востребованы специалисты сферы АПК. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Абзагир Гусейнов. Он накануне провел совещание по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса Дагестана и создания машино-тракторной станции в Буйнакском районе. Министр обратил внимание на определенную нехватку механизаторов и агрономов, особенно узкой специализации в рисоводстве, овощеводстве, садоводстве и виноградарстве. В ходе совещания министр предложил ряд мер, способных разрешить проблему. С нехваткой рабочих кадров и трудоустройством выпускников колледжа. В частности, как сообщил руководитель аграрного ведомства Минсельхозпрод Дагестана, может и в рамках реализации программ государственной поддержки обеспечить субсидирование затрат на переподготовку специалистов в отрасли. Мы, со своей стороны, готовы наших хороших агрономов, которые на местах практиков, во-первых, их привлечь, для того, чтобы они давали какую-то теорию, в общем, описывали, как это происходит, там, целевые, допустим, лекции, да, чтобы они приходили делать. Дагестанцы в несколько раз чаще стали заказывать через интернет продукты питания и товары первой необходимости. Это отметили и в супермаркете Добро, который запустил свой онлайн-сервис, где каждый покупатель может, заходя в приложение или на сайт, составить необходимую для себя продуктовую корзину с доставкой на дом. Подробности в нашем следующем материале. В супермаркете Добро есть собственная служба доставки продуктов, что избавляет от необходимости выходить и тратить на это время. Достаточно просто скачать приложение и совершить виртуальную покупку. После того, как клиент самостоятельно сформировал заказ, он поступает к нам в электронном виде, затем мы его распечатываем, как он выглядит в распечатанном виде. Это наименование продуктов, количество продуктов, цена итоговая. Далее начинается сам процесс сборки. Принцип работы очень прост. Выбираете нужные продукты, разбитые по категориям, добавляете в корзину и оформляете заказ. На оформление одного заказа у менеджера уходит 15-20 минут. Главное, все делается со знанием дела и индивидуальным подходом. Если из заказного чего-то не оказалось, сборщик звонит клиенту и предлагает замену в той же ценовой категории. По итогу собранный заказ отправляется с курьером по указанному адресу. И что очень удобно, мы весь процесс сборки, формирования заказа и доставки до клиента можем отслеживать легко через приложение. В супермаркете «Добро» тщательно следят за свежестью продуктов. Здесь всегда свежая молочка, фрукты, овощи, ягоды, хлебобулочные изделия. При этом на все продукты установлены максимально доступные цены, что позволяет не ездить на большие расстояния за необходимым, а приобрести их в самом центре города практически по оптовой цене. Помимо того, что мы и так предоставляем хорошую, низкую цену нашим клиентам, нашим посетителям, мы еще дополнительно делаем акции. В прошлом месяце акция называлась «Пандемия добра». Сейчас-то идет неделя смешных цен, то есть на многие фрукты, овощи, ягоды и корзину продуктовую первые необходимости. То есть на эти позиции даем хорошую цену, акцию. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТМ «Хачкала». Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова